Здравствуйте! В эфире программа «Герои нашего времени». Сегодня в гостях на Центральном телевидении и Археи ТВ гвардия полковник танковых войск, кавалер Ордена Республики, участник Великой Отечественной войны Иван Иванович Сухоруков. Иван Иванович, здравствуйте! Добрый день, уважаемые товарищи! В первую очередь от лица телеканала хотим выразить вам особую благодарность за ваш радный подвиг в годы войны, а также поблагодарить за участие в передаче. Я участник Великой Отечественной войны и нахожусь в настоящее время в отставке. Закончил свою сорокалетнюю службу и настало время нам вернуться к воспоминаниям о былых сражениях, которые принесли нам Великую Победу. Иван Иванович, где и как вас застало известие о войне и какие чувства вызвало? Когда началась война в 1941 году, в июне, я находился в это время у двоюродного брата в городе Грозу, Чеченской Республики. И мне дядя сказал, что мне надо ехать в Кабардино-Балкарию, где мы проживали постоянно. И мне было 15 лет. И, конечно, в это время мы были на Кавказе, и вообще фронт был где-то далеко на Западе. Но в это время с западных областей люди эвакуированные прибывали на Кавказ. И я хочу вспомнить эпизод, когда в наш восьмой класс завели девочку и сказали, что она прибыла из Пскова как эвакуированная. И будет она учиться с нами. Я с первого взгляда обратил внимание на эту необыкновенную девочку. И, короче, возникла любовь. То есть вы были влюблены в нее? И потом мы сохранили нашу связь. И нам удалось в 44-м году встретиться в городе Ростове. Я после 10-го класса, который я закончил в вечерней школе, в Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. А Елена, с которой мы уже познакомились, она поступила в медицинский институт. А во время войны вы с ней переписывались? Да. Я поступил в институт ростовский. Но проучился я немного, только один семестром. Потому что мне не понравилась обстановка. И мне сказали, что учиться пять лет. И я, конечно, на это дело согласиться не мог. И я решил идти на фронт. Потому что мне нравилась вообще военная служба. И я обратился к своей маме. И говорю, что мама, я решил из института идти на фронт. Она начала плакать и говорит, отец погиб, и ты туда же. Это неправильно. Я сказал, что у меня другого выхода нет. И я пошел в военкомат, не предупредив даже в институте. И через две недели я был в запасном полку. И оттуда, в эшелоне, мы были направлены через Румынию в Венгрию. Я попал на Третий Украинский фронт, в 155-ю Станиславскую дивизию. И командир роты, когда меня увидел и узнал, что я студент, обратился ко мне и говорит, что ты студент, будешь все время около меня рядом. И будешь мне помогать. Когда начались боевые действия, мы были уже на переднем крае, в Венгрии, нам предложили занять высоту. И странно было то, что артиллерийской подготовки не было, а приказали нам идти в атаку. Когда в атаку поднялись немецкие автоматчики и пулеметчики сразили наших первых воинов, и атака захлебнулась. Командир роты, получив приказ взять высоту, должен был выполнить приказ на войне такие порядки. И он встал во весь рот и пошел с пистолетом на 200-300 метров в сторону противника. Но его, и вдруг он упал, его стразили пулеметом. А кто был вашим командиром? Командиром был пожилой мужчина, подшивалов. И он очень ко мне относился по-отечески. И все время мне давал задания, которые я очень выполнял. Ему нравилось, что я студент, что я очень подготовленный и не робкого десятка. Но действительно, ведь нас воспитывали в школе военные руководители, и мы осваивали военное дело, и кое-что в этом деле понимали. Но мы поняли, что без артиллерийской подготовки нам этой высоты не взять. И у нас эта задача не была выполнена. На другой день, утром, прибыло подкрепление, прибыли даже танки, артиллерия, и началась артподготовка. В результате... А как проходила сама подготовка? Подготовка проходила... Это военные люди на фронте знают. Им достаточно только дать команду, огонь, и они начинают свою деятельность. И в это время танки пошли в атаку. Мы с пехотой тоже двинулись вперед. И, конечно, совсем было другое дело. Мы шли очень успешно. И немцы, увидев наше преимущество, начали драпать, то есть убегать. Мы стреляли и в догонку, и в спинах, и высоту заняли. Откуда у вас было столько мужества? Оно врожденное. Дело в том, что я сам родом из казачьего станицы, новоалександровской, и я уже, как говорится, у меня в крови было. Потому что мой отец мне говорил, когда я подрастал, что мы кубанские казаки, и наша задача – защищать отечество. И партнер подошел ко мне и спросил. Ты, комсомолич? Я говорю, да. А в партию хочешь? Я говорю, согласен. И он меня в течение трех дней оформили, меня прием после собрания, повезли меня на парткомиссию, и я стал кандидатом в партию. И мы стали готовиться на Болотонскую операцию. Это входные ворота в Австрию. Но дело обернулось таким образом, что в одной стычке меня ранило. И я был направлен в госпиталь, там же, в Венгрии, в город Бая. И там полтора месяца я находился на излечении. В этом госпитале с кем вы познакомились? Да, там знакомились все очень просто. Во-первых, главный врач, узнав, что я кандидат в партию, дал мне поручение выпустить боевой листок с тем, чтобы помочь и вселить дух веры в нашу победу тех, кто находился на излечении в госпитале. Конечно, там в госпитале нас лечили. И мы очень благодарны были нашим медсестрам особенно и врачам, которые нас подлечили. И мы были направлены на сборный пункт для того, чтобы участвовать в Болотонской операции. Но оказалось, что меня искали и сказали, что в штабе я очень нужен. В штабе мне объявили, что я кандидат в военное училище, в танковое, потому что я был трактористом. А вы хотели быть похожим на вашего отца? Конечно, я очень любил своего отца за его казачий нрав, потому что он, хотя был на гражданке, но вел себя бодро и все время мне говорил, что мы кубанские казаки и наша родина Кубань. И, конечно, когда мы узнали, отец погиб наш в первые дни войны под Орловом, и мы так и не узнали конкретно, где он погиб, потому что немцы в начальный период войны очень смело шли вперед. И внезапность им помогала очень. И танковые колонны заходили в тылы и проводили массовое окружение. И в первые месяцы войны было очень много пленных. Я так поняла, что ваша семья, она находилась в оккупации. Помните ли вы этот период? Мы находились на пути из Ростова в сторону Баку. И это магистраль. И жили мы в город Майский, станция Котлерецкая. А потом жили в город Прохладный. И через наши поселки проходили немецкие танки. И мы видели холеных немцев в черных костюмах и в белых рубашках. Они очень бравировали и уже предвкушали свою победу. А было страшно? Я бы не сказал. Страха никакого не было. Потому что по натуре своей я воспитывал в себе веру, свое, так сказать, предназначение, свою веру и что я защитник Отечества. Иван Иванович, мы знаем также, что вы и поэт. Можете ли вы прочитать ваше любимое стихотворение? Называется «Крещен в бою». О, Ставрополье, Край казачий, В душе моей Ты навсегда, В степи мужал Мой мир рыбячий, Промчались «Юные годы». Познал я здесь добро и горе, В войну остался без отца, Сраженный он в бою был вскоре, И горю не было конца. Ушел на фронт я добровольно, И сын солдата, Я солдат, Служил и бил врага достойно, В руках надежный автомат. В атаке, В орудийном гуле, Кричу «Ура!» Вперед бегу, Так был в бою крещен я пулей На Придунайском берегу, И кровь пролил не за награду, Я выжил, И теперь в строю На Красной площади к параду В колонии первой я стою. Спасибо. Это было 9 мая, С 2000 года Я был на параде Победы В качестве И здесь я помогал своему начальнику, Генералу Шмарову, И мы тренировались, Как нам лучше пройти На Красной площади в строю. Шеренги были по 20 человек. Когда парад проходил, Я был в Москве, Моя дочь меня видела, Как я шагаю по площади в колонии, И было очень здорово. И она позвала маму и сказала, Наш папа в Москве идет в колонию. А помните ли вы вообще День Победы? Я сказал, что меня направили в Киевское военное училище Самоходные артиллерии имени Фрунзе. И когда мы прибыли в Киев и нам показали наше училище и самоходные установки тяжеловесные на шасси танков ИС-2, Мы были очень рады, что наконец-таки мы займемся военным делом. И в казарме мы были очень в хорошем месте, на Печерском районе. И вот однажды в ночь на 9 мая мы услышали выстрелы и какое-то освещение, зарево. Оказывается, это пускали ракеты и праздновали победу. Люди уже узнали, что подписан акт о капитуляции маршалом Жуковым. И мы, конечно, все очень обрадовались. И нам объявили, что мы будем учиться не один год, как планировалось, потому что тогда война шла, а будем учиться теперь уже в мирное время три года. Некоторые завопили, что это долго, мы не хотим. А им сказали, пишите рапорт и езжайте домой. Я, конечно, остался в этом училище. Я проучился три года. Учился я отлично, так же, как я закончил 10 класс. 10 класс я закончил на отлично. И меня принимали в институт без экзаменов. Иван Иванович, а вот какой фильм вы бы посоветовали молодежи, вот о войне? О, в госпитале нам показывали фильм «Серца четырех». Это изумительный фильм с участием красавицы Целиковской. И там показана любовная история военных людей, которые находились в лагере на обучении. и у них там история, как все это было. И мы были так взволнованы и думали, как же прекрасно мирное время, и не верится, что оно может у нас быть. И вскоре, конечно, мы оказались уже на территории Советского Союза. И обучаясь военному делу, выезжая на танках, на полигоны, и проводя вождение, была гордость, что вы нам доверили такое оружие. Иван Иванович, а вот как вы считаете, какой самый главный урок вам преподнесла война? Самый главный урок – это гордость за нашу армию красную, которую мы и весь народ, и весь мир любил нашу красную армию, которая после Курской битвы в 43-м году, она шла только победным маршем. Было 10 ударов сталинских, и в том числе блестящая Дятко-Кихвиневская операция, которая продемонстрировала боевой дух. И мы уже, находясь на пенсии, и вот здесь, в Кишиневе, я очень любил свою службу, и меня Центральный комитет партии пригласил, чтобы я занялся добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту, ДОСАВ. И я пробыл более 10 лет в этой службе, и были очень довольны моей службой, и даже наградили орденом знак почёта. Вот он у меня здесь. В заключении, какое напутствие вы могли бы сделать молодёжи? Дело в том, что я по духу своей деятельной человек, наверное, меня за это и полюбил мой командир. Но он погиб, можно сказать, потому что когда мы приблизились к нему, и когда он лежал бредный, и он мне говорит, сынок, дай глоток водички. И я снегу взял и смочил ему губы, и я плакал. Мне так жалко было его. И его скорая увезли. А он был ранен из пулемёта в область живота. Потому что он встал во весь рост, и его легко было сразить пулемётом. Но он вынужден, потому что он оказался, его, собственно говоря, подставили. Вы знаете, на войне тоже бывают чудеса, что нас заставили брать высоту без подготовки. И она ничем не кончила, кроме того, что командиры признали свои ошибки и на другой день прислали подкрепление. Иван Иванович, я благодарю вас за интервью. И, конечно же, хочу вас поздравить с наступающим 9 мая. Желаю вам крепкого здоровья, берегите себя. Спасибо. Вы знаете, я сейчас нахожусь вот здесь рядом Наташа Красавица, и я чрезвычайно восторжен таким обращением добрым, такие красивые девушки. Вот Катюша тоже, как она обращается. И здесь я один нахожусь уже два месяца, причем с меня взяли подписку, что я не буду покидать свое жилье, а должен находиться все время в квартире. Но я духом не падаю, потому что я с дочерью по скайпу отговариваю. И вот вы когда пришли и я был в восторге от подарка, который мне принесли. Я просто том, тем, что население любит нас, ветеранов. Конечно, мы вас любим и очень ценим. А мы любим вас. И я себе сказал, что если что-нибудь возникнет до последнего патрона, все равно я свое слово скажу. Сегодня в эфире программы «Герои нашего времени» на центральном телевидении и Археи ТВ был гвардии полковник танковых войск, кавалер Ордена Республики, участник Великой Отечественной войны Иван Иванович Сухоруков. Смотрите нас каждую субботу в 20.00 на Центральном телевидении и Археи ТВ Редактор субботу